ехал в москву проезжая тамбовскую область обнаружил блин плантации иван чая ну туда бегом-бегом вот нарвали с супругой привезли в москву там у дочери взяли свои пустые баночки вот я его немножко напихал первый этап ферментации вот приехал домой и теперь поставил на солнышко но возвращаясь с москвы я вернулся все-таки заехал на ту же плантацию и еще немножечко надрал листьев иван чая кипрея узколистного на заварочку вот такое количество еще иван чая у нас ждет своего часа вот такое количество шикарно сейчас он немножко приварится влага уйдет потому что в пакете всю дорогу ехал и начнем его перерабатывать первая партия у нас в баночке прошла первый этап ферментации листочки поменяли цвет свой стали вот такие вот сейчас мы их вытрушиваем свой таз немножко они отойдут от влаги ну и начнем их мять ну и будем их мять разрушать волокна чтобы они пустили немножко сок хорошее количество получилось с первой партии листочков а вторая партия у нас которую я вчера снимал вам показывал она у нас немножко отошла от влаги подвялилась а и сейчас находится в банках на улице тоже по-своему ферментируется что же теперь хорошенько разбиваем волокна наших листов в нем хорошенько не спеша своими ручниками такой рецепт мне понравился я его уже делаю второй год вот так вот я сейчас одну партию забью и вот у нас еще одна готова на столе стоит вторая партия потому что много слишком тяжело будет перебить вот так вот листочек перемять будем в два раза не забываем его постоянно потом раз соединять вот так на волокна не спеша не будем спешить одну партию которая в баночках он уже первый этап ферментации прошел мы сделаем вот такой листовым чаем а второе попробую на мясорубке на мясорубке не делал конечно не рекомендуют там окисление идут идет еще что-то ну я сделаю наверное гранулированный попробую как говорят надо попробовать тогда самому уже убедиться стоит ли делать или нет сделать свое умозаключение вот листочки у нас не разбитые поэтому мы их сейчас таким способом перекрутим так ну а из этих двух баночек уже можно сказать прошедших первый этап ферментации баночек листьев будем делать чай гранулированным способом у этого конечно способа много как поклонников так и противника ну попробуем возьмем такую крупную решеточку и через крупную решетку сделаем попробуем гранулированный чай давайте перекрутим и тогда продолжим вот такое вот количество получилось у нас так сказать гранулированного чая и мы накрываем также влажным полотенцем и оставляем его на 8 10 часов полотенчик можно будет мочить если он будет высыхать сейчас жарко в доме на улице плюс 38 так что он у нас быстро от ферментируется все оставляем ну что ж друзья мои наш иван-чай готов наша заварочка чай копорский сделали мы его тремя способами три варианта заварки иван-чая делал я на электрической сушилке для фруктов съемочки у меня нету как я делал в кухне такой бардак лето закрутка в общем дни до съемок делал я на электрической сушилке первый вариант чая это зеленый он даже не зеленый как бы это красный получается чай вот такой вот на вид он темно зеленый делали мы его сушилочкой в него хорошо подходят вот такие соцветия цветочки иван-чая они вот с листиками слегка даже я их добавляю в этот вот зеленый чай очень прекрасно душисто такой медовый вкус от этих цветочков прям ну вкусно вкусно вот мы сделали так сказать стамбовской области второй вариант чая у нас получился рубленый ферментировался он у нас восемь часов ну 8-10 часов ферментировался он накрытый тряпочкой потом выкладывался соломочкой и резался ножом по сантиметру этот чай вот такой-то он получился крупнолистный когда завариваешь он раскрывается крупные листики этот чай заварочку я делал таким образом вначале я три часа сушил на электрической сушилке вот когда чай подсыхал я выкладывал на большую чугунную сковороду плоскую и где-то в районе чтобы не превышала 100 градусов температура постоянно помешивал доводил его вот до такого черного цвета это темный темный цвет в общем получается как черный черная заварочка вот это второй вариант был приготовления нашего чая на третий вариант я также ферментировал его накрывал естественно как итог мы смотрели вот недавно прям буква ну а третий чай я делал на мясорубке также он ферментировался под тряпочкой кастрюльки потом через мясорубку я прокручивал и он получился он даже не гранулированный он как бы мелко резаны как выкрученный чай такое ни разу не делал до много конечно противников мясорубок ну попробуйте запах от них идет конечно очень приятный и у каждого запах свой своеобразный вот этот вот с листиками который он пахнет черносливом это прям ночью насливом отдает прекрасный такой чай зеленый он с такой какой-то фруктовой кислинкой такой как кислиночка есть и как фруктово цветочный запах да у него такой цветочный запах если добавлять листики то они прям медовым пахнут медом хорошая штучка для вас добавлять но этот у нас черным чаем хорошим индийским черным чаем друзья вот такой вот я чайок себе сделал за одну поездочку свой чай который я выращивал конечно я сделал раньше у нас он цвел поэтому я уже сделал раньше а этот вот подарок у меня за дорогу туда и обратно я обогатился и на зиму меня заварочка есть ну вот мы и сделали обзорчик по нашему иван чаю три способа изготовления так сказать трех разных вариаций заварки капорского чая кипрея узколистного прекрасный результат ну все кому было полезно видео я считаю я буду рад только если вы занимаетесь а можете поделиться своим мнением можете поделиться своими рецептами буду рад ответить ну вот и все принципе наш обзорчик кому было полезно видео я буду очень рад ставьте лайки подписывайтесь на наш канал будет много всего всего интересного всем пока пока